Ну, источник у всех один, это вот античная философия, античная культура, и собственно само слово гиперборея восходит корнями туда, то есть севернее, северного ветра или как-то так, то есть страна где-то на севере, где день и ночь длятся полгода, что совпадает с нашими современными представлениями о полярном дне и полярной ночи. Вот, и страна это описывалась как очень развитая во всех отношениях, включая даже какие-то элементы материальной науки и технологий, которые удивляли всех, кто гостил в этой стране или случайно там оказывался. То есть, ну, отделить правду от мифа сейчас очень сложно, потому что в настоящее время там находится Северный Ледовитый океан. Вот, и все, что мы имеем, это довольно скудные исторические сведения и какие-то наши мечты о потерянном рае и что-то такое. Кто-то связывает гиперборею с пришествием ариев вот южнее там в сторону Индии, например. Кто-то говорит, что арии пришли, допустим, вот на территорию современного Индостана и вообще распространились по более северным территориям, из северных областей, в том числе вот, кто-то думает, что есть гиперборея. Ну, естественно, научно обосновать, подтвердить все это сейчас очень сложно. Ну вот, когда смешивают представление о гипербореи с представлениями об ариях, арийской культуре и арийской цивилизации, сразу видно, ну вот уже на уровне на уровне этимологии, видно, что это разные культуры, то есть гиперборея это античная культура, а слово арии восходит к ведической культуре, то есть к культуре, которая представлена сейчас памятниками литературы на санскрите, которые в основном сохранились сейчас на территории современного Индостана. И слово арии означает благородный или принадлежащий к определенной культуре и цивилизации, то есть это понятие цивилизационное. И никак оно на самом деле не может трактоваться в каком-то генетическом, расовом, национальном и в другом ключе, чем, собственно, грешили ученые Третьего рейха и идеологи Третьего рейха, то есть они это понятие извратили и свели до какого-то вот именно этнического, расового, национального признака. И, безусловно, здесь они, в общем-то, пошли против фактов, как мы их знаем, потому что, в принципе, представление о барийской цивилизации, в отличие от представления о гипербореи, они очень хорошо описаны в древних ведических источниках, которые сохранились в большом объеме и в практически неизменном виде на санскрите, который является, то есть на санскрите языке, который является как раз носителем и хранилищем данных об сведении об ведической цивилизации. Вот почему фашистская Германия подняла это все на своих знаменах, есть очень много причин, есть исторические причины, просто в начале 20 века эти знания, они как-то аккумулировались и количество постепенно переходило в качестве, в том числе, кстати говоря, очень много наших эзотериков и оккультистов и так далее, все эти знания несли в Европу, в том числе и в Германию. Вот, но те выводы, которые были сделаны и то, как эти знания были использованы, это, конечно, две совершенно, две большие разницы. И нужно понимать, что представление Третьего рейха об арийской культуре, об ариях и, собственно, сами арии, это не одно и то же. Если смотреть исторически, цивилизационно и даже с точки зрения языка и сравнивать, например, германцев и славян, то, безусловно, славяне в большей степени являются ариями и в большей степени являются преемниками ведической цивилизации просто в силу своей ментальности, своего языка, уклада жизни и так далее. Вот. Немцы, как бы, они хотели, пропагандировали теорию расового превосходства, естественно, они хотели, как бы, монополизировать представление об арийской культуре и, как бы, придать им собственный смысл. Им это просто было, ну, выгодно исторически, политически и так далее. Ну, в ведических источниках, таких, как, например, Шримад Багаватам, описывается, вообще, цикличность этого мира в целом и цикличность жизни на планете Земля, в том числе. И там описываются события, происходившие там на разных витках творения, там миллионны, триллионны и так далее, лет назад. Вот. И в то же время там все очень хорошо сориентировано по различным топонимам, по различным географическим единицам, таким, как, например, Гималай, которые являются самой высокой точкой на Земле и, как бы, их никак не объедешь. Понятно, что Гималай — это Гималай, Кайлас — это Кайлас. И, как бы, там ни было, ведическая цивилизация, она была распространена на всей территории Земли, как она описана в ведических источниках. Другое дело, что ведическая цивилизация, она, как бы, переживает, как и все другие цивилизации, пору становления, пору расцвета и потом угасания. И мы вот сейчас как раз живем, когда мы просто имеем дело с реликтами ведической цивилизации, но не с самой ведической цивилизацией. Естественно, многие претендуют на то, что они являются, как бы, наследниками ведической цивилизации или, там, имеют какие-то секретные, скрытые знания, которые были в прошлой эпохе. Но тогда, как в самих ведических источниках говорится, что в наше время, в Кали-Югу, все эти знания, они скрыты и они не могут быть представлены в полной мере и в своей, как бы, активной форме. То есть, использовать те знания, которые были во времена ведической цивилизации, мы сейчас не можем, ни как человечество в целом, ни даже, в общем-то, как отдельные представители. После распада общей ведической цивилизации на планете Земля оставались какие-то очаги и, возможно, вот один из этих этих очагов был в северных широтах, вот там, где, может быть, как раз считалось, существовала гиперборея. И гордари, когда действительно европейские народы с восхищением смотрели в сторону тоже севера и северо-востока, и считалось, что там существует страна городов, гордарика, где люди живут в очень хороших условиях, они счастливы. И, в общем-то, можно сказать, что жители, населяющие современную Европу, они даже с некоторой завистью смотрели на тех, кто жил в этих регионах. Возможно, в силу каких-то климатических условий, которые, мы знаем, тоже имеют пульсирующую природу, то есть климат на Земле меняется. Вот в какие-то моменты времени, в каких-то местах были более или менее благоприятные условия для существования каких-то реликтов ведической цивилизации. И вот постепенно они сходили на нет, и мы пришли к современному положению дел, к современному виду цивилизации, который мы сейчас имеем, который тоже очень хорошо описан в ведических источниках, он предсказан в ведических источниках. Он называется янтра-цивилизация, то есть цивилизация машин, цивилизация механических технологий. Вот, причем даже говорится, что эти янтра-технологии, они существуют также и в ведической цивилизации, на различных планетах, в различных областях Земли тоже они существовали, и описываются эти механизмы, летательные механизмы на различных принципах, и даже роботы, янтра-пуруши. То есть устройства, которые были похожи на людей, действовали как люди, но были машинами. Вот, но свойством и особенностью современной нам цивилизации в наше время, который называется в ведических источниках Кали-Юга, то есть Железный век. Еще он называется век вражды, лицемерия, насилия. Особенностью этого века является то, что янтра, вот эта механическая технология, является заменителем всего остального. То есть мы постепенно механизируем свою жизнь до такой степени, что сама наша сущность становится более механистичной, и наши отношения, наши отношения к жизни, к друг другу и к различным состояниям бытия, таким, как, не знаю, там, любовь, религия и так далее. Все это мы начинаем мерить какими-то механическими штонгенциркулями, и в конечном итоге становимся вот этими самыми янтра-пурушами, то есть роботами. Да, несомненно, предыдущая цивилизация, она помимо янтра-технологий, она использовала также технологии мантра и тантра. То есть мантра – это работа с сознанием, а тантра – это магические различные практики, работа с тонкими материальными энергиями, при помощи которых можно достигать ошеломительных результатов. В принципе, вся эта Вселенная, она, в общем-то, создана при помощи вот таких технологий. И вся Вселенная, отдельные планеты и различные стихии, все это действует при помощи манипуляции, управления этими тонкими энергиями. И вот этими знаниями во всей полноте располагают, собственно, создатели, творцы этой Вселенной, те, кто ее постоянно поддерживает. Это девы, то есть так называемые боги или полубоги, как их называют, то есть вторичные творцы этой Вселенной, которые получают от Всевышнего Бога энергию и получают также полномочия на то, чтобы управлять различными сегментами, различными стихиями. И при помощи мантра, то есть осознания того, что они делают, и того, ради чего они это делают, и при помощи тантры, то есть понимания и умения управлять тонкими энергиями, ведическая цивилизация, в общем-то, нельзя сказать, что она достигла больших высот, потому что она, собственно, создала эту Вселенную, и сейчас, в данный момент, она же ее поддерживает. Просто мы себя как бы на время экстрагировали из общего контекста и как бы ограничились только технологическими представлениями о мире, механистической философии, и наше сознание стало достаточно слишком узким для того, чтобы воспринимать всю Вселенную в целом и понимать замысел, который за этим стоит. В ведических источниках процесс перехода из одной эпохи в другую, он называется пролая, то есть это момент частичного или полного разрушения цивилизации. Для того, чтобы возникла новая цивилизация, разрушается старая. Очень часто это происходит в виде потопа, как вот это описано в Библии и других различных источниках, и различных культурах на нашей планете. Иногда это частичное разрушение, просто меняется климат или что-то еще происходит, то есть цивилизация сжимается до каких-то очагов, до каких-то центров. Даже есть места, где могущественные личности, представлявшие прошлую цивилизацию, они впадают в самадхи, мы это воспринимаем как анабиоз какой-то, в каких-то пещерах, в каких-то закрытых областях, и просто ждут там моменты, когда они смогут возобновить свою активную деятельность. При помощи вот этой паролая происходит переключение с одного режима цивилизации на другой. Это абсолютно предсказуемый процесс, такой же, как смена дня и ночи, времени суток и так далее. Все это, в принципе, есть даже одно из ведических писаний, один из источников, который называется «Запрограммированные события будущего». Вот такие события, как смена эпох, ну и прочие такие серьезные изменения, они запрограммированы на миллионы лет вперед и назад. То есть это абсолютно вписано в ритмы Вселенной. То есть Вселенная имеет свои ритмы, так же, как наш день, он начинается, он заканчивается, так же и все это. Ну, план этой Вселенной заключается в том, чтобы вечные живые существа, которые вечно живут вне этой Вселенной, чтобы они получили возможность в соответствии со своими желаниями поиграть роль Бога. То есть попытаться, как бы, эксплуатировать ресурсы материальные вот этой Вселенной для того, чтобы выступить в качестве Творца. То есть, в принципе, живое существо, оно приходит в этот мир, из вечного мира, как в роли Брахмы, то есть в роли Творца Вселенной. И, то есть, от Бога оно получает возможность сотворить Вселенную по своему усмотрению. Но поскольку живое существо, оно все-таки ограничено, в отличие от Всевышнего, то в роли Брахмы это живое существо обращается периодически ко Всевышнему. Кстати, Всевышний, Вышний, Вишну, все это однокоренные слова. Так вот, живое существо обращается ко Всевышнему в роли Брахмы за вдохновением, для того, чтобы сделать все правильно. В дальнейшем некоторые живые существа исчерпывают свое желание играть роль Творца Вселенной и возвращаются в вечное бытие. Но иногда бывает наоборот. То есть живое существо, оно запутывается в причинно-следственных связях, которые возникают в результате этого творения, этой попытки господствовать. И запутываясь в этих связях, живое существо начинает постепенно деградировать, и его статус в этой Вселенной начинает понижаться. Сначала до уровня каких-то полубогов среднего уровня, потом ниже-ниже, потом человеческий уровень, а потом оно падает в низшие формы жизни, такие как животные, растения, иногда до уровня минералов доходят. И вот этот цикл может продолжаться вечно. То есть оно может тут скитаться вечно, поэтому иногда и такие живые существа называют вечно обусловленными. То есть карма-бандха. Потому что, в принципе, вот этот цикл, если его не разорвать, он может продолжаться вечно. Но живое существо, которое приходит к пониманию, что... Которое истерпывает свое вот это желание господствовать и играть роль Бога в своем масштабе, в зависимости от того положения, которое оно занимает. Оно просто постепенно вспоминает свою вечную природу и возвращается в вечный мир, где не существует рождения, смерти, старости, болезней. И возвращается в свое изначальное положение, которое оно занимало всегда и которое оно всегда будет занимать. В третьем рейхе они скорее смешивали не мантру и янтру, а янтру и тантру. То есть мантра означает осознание, то есть у них не было полного осознания и не было благородных целей, которые свойственны для мантры цивилизации, для мантры существования. То есть осознание, осмысление у них было дефектное, дефективное. Поэтому они пытались как раз в отрыве от правильного сознания использовать именно техники ведические, такие как янтра, то есть они исследовали различные механические приспособления, механические всякие девайсы ведические. И они пытались использовать магические практики, то есть тантру. Но не имея правильного сознания, они естественно не могли этим не только распорядиться правильно, они не могли до конца доделать ничего. То есть у них провалился и ракетный проект, ну как бы по сути. То есть они создали ракеты, они действительно летали, они долетали до Британии, они взрывались, но толку от этих ракет никакого не было, потому что они были очень дорогие. И те же самые англичане с американцами их бомбили обычными самолетами и достигали больших результатов. Вот это пример, когда без царя в голове, то есть без мантры применяется тантра и янтра. Также существуют исследования, указывающие на то, что они достигли большого прогресса в изучении атомного оружия, атомной энергии и может быть были близки или даже совершали какие-то испытания, но все равно до конца доделать они это не успели, не смогли, потому что все это было обречено просто даже по законам Вселенной. Потому что без осознания добиться результатов невозможно. То есть по законам термодинамики всякая Вселенная, всякая система, предоставленная в нет внутренних сил, стремится к распаду. Вот так же произошло с Третьим рейхом. То есть они достигли удивительных результатов, но все эти результаты просто ушли в песок, потому что они были изначально обречены. Субтитры создавал DimaTorzok